Приветствую вас, дорогие дети! Я очень рада, что вы снова вместе смотрите Маше видео, и вы готовы слушать наш новый урок. Перед тем, как мы это сделаем, давайте мы встанем на наши ножки, помолимся, что Бог благословил нас и наш урок. Вы готовы? Давайте строим наш домик. Основание, стены, крыша, окна закрываем, двери закрываем. Иисус, мы так благодарны Тебе за то, что Ты подарил нам ещё один день, за то, что Ты рядом с нами и хранишь нас. Боже, открой наши уши там, где мы есть, чтобы слышать Твой голос и понимать, как важно нам всегда знать, что Ты дал нам и что Ты хочешь от нас. Помоги нам всегда слышать Твой голос и служить только Тебе. Аминь. Вы молодцы, Вы можете садиться. Today we are going to be talking about a new judge that was in Israel. The last one was Gideon, and today we are going to learn that Israel still did not listen to God. They continue to not obey God. Люди продолжали не слушаться Бога. Из-за этого Богу пришлось прислать к ним других врагов. На этот раз это были филистимляне. Но Бог не оставлял Израиль. Он дал им нового судью. God gave them a new judge to help Israel fight those enemies when they started crying out to God and asking God for help. Now this new judge had a special talent from God. He had a gift from God. У этого нового судьи был очень интересный подарок или талант от Бога. Я хочу вам показать вот это. Видите, это верёвка? Она очень крепкая. Я её не могу разорвать, потому что у меня не хватает силы. Но этот судья был такой сильный, что он эту верёвку очень легко бы порвал. Do you guys want to guess what his name is? Well, his name is Samson. Его зовут Самсон. Так что вы садитесь и внимательно слушайте историю о Самсоне. После Гедеона в Израиле были другие лидеры, которые судили израильский народ и защищали их от соседних народов. Израиль по-прежнему не слушался Бога. На этот раз Бог забрал свою защиту у Израиля и позволил их врагам, филистимлянам, править Израилем в течение сорока лет. Хотя филистимляне угнетали израильский народ, Бог по-прежнему не забывал о них и дал им нового судью, который помогал им в сражениях. Однажды ангел пришёл к одной израильтянке, жене Маноя, и сказал «Мир дому твоему! Я пришёл сообщить, что у тебя будет сын. Не пей и не ешь ничего из винограда или чего-либо нечистого. Также, когда родится ребёнок, не стригите его волосы, потому что он будет назареем для Бога. Он спасёт Израиль от филистимлян». Ангел сказал женщине, что у неё будет сын, который станет новым судьёй израильского народа. Бог сказал, что он будет назареем. Это означает, что его жизнь будет посвящена для служения Богу. И эта особая роль означает, что он не должен пить или есть чего-либо из винограда, и он не должен стричь волосы. Вскоре у жены Маноя родился сын, которого они назвали Самсон. Когда Самсон вырос, Бог благословил его и дал ему огромную силу. И он начал защищать Израиль от его соседей. Он был настолько силен, что даже убил льва, который встретился на его пути. Самсон знал, что у него много силы, поэтому он всегда защищал израильтян от притеснителей. Однажды Самсон увидел одну девушку, и она ему очень понравилась. Её звали Далида. Но она не любила Бога и не служила ему. Вместо этого она служила другим богам, потому что была из филистимского народа, врага Израиля. Филистимляне пришли к Далиде и сказали, Далида, ты дружишь с Самсоном, он наш враг, и всегда побеждает в битвах, потому что он очень сильный. Мы пытались узнать у Самсона, откуда у него сила, но он не рассказал нам, только сказал, что это секрет. Итак, мы хотим, чтобы ты узнала у Самсона, почему он такой сильный. Да, нам очень нужна твоя помощь. Только ты можешь узнать его секрет. А когда ты узнаешь об этом, то нам легко будет с ним справиться. Мы заберём у него силу, и он более не будет вредить нам. Вы правы. Самсон действительно силен и очень хорошо хранит свой секрет. Он может не захотеть рассказать мне, хотя... А что я получу взамен своей помощи? Мы дадим тебе много серебряных монет, если ты узнаешь его секрет. Согласна. Меня это устраивает. Я постараюсь узнать секрет его силы, а вы разберитесь с ним сами. Давайте сделаем так. Когда придёт Самсон, я позову вас, и вы спрячетесь в комнате. А когда я скажу фразу «Самсон, ферестимляне идут на тебя», вы выйдете и схватите его. Отлично, Долида. Давай сделаем так, как ты сказала. Итак, Долида и ферестимляне приготовились осуществить свой злой план и ждали, когда Самсон посетит Долиду. Когда пришёл Самсон, Долида очень мило спросила. Самсон, ты такой смелый и сильный, но ты так и не сказал мне, почему ты сильный. Я хочу знать, откуда у тебя сила. Но, Долида, ты же знаешь, я никому не могу сказать. Это секрет, который дал мне Бог, когда я родился. Да ладно, Самсон, просто будь честным, скажи мне, почему ты такой сильный. Поскольку она всё спрашивала и спрашивала его, Самсон решил ей ответить, но не раскрыл секрет своей силы. Ну, если ты привяжешь меня семью зелёными стеблями, я потеряю свою силу и стану слабым. Действительно? Давай тогда попробуем. Долида связала Самсона зелёными длинными стеблями, похожими на верёвки, и воскликнула. Самсон, филистимляне идут на тебя. Когда она это сказала, то филистимляне вышли из укрытия и пытались связать Самсона. Но Самсон разорвал верёвки, как будто они были тонкими нитками. «Самсон, ты обманул меня! Ты не ослабел, но всё же сильный! Почему ты не рассказал мне свой секрет? Расскажи мне! Я хочу знать, почему ты такой сильный!» Долида продолжала умолять Самсона рассказать ей, откуда у него сила. Он сказал ей, что его нужно связать новыми верёвками. Она попробовала и это. А когда он уснул, она закричала, «Самсон, филистимляне идут на тебя!» И опять Самсон легко порвал верёвки, а филистимляне не смогли его связать. Потом он ещё дал подсказку и сказал, чтобы она сплела его волосы на станке, на котором была ткань. И опять повторилось то же самое. «Самсон, это несправедливо! Ты всё время обманываешь меня! Перестань давать мне неправильные ответы! Ну скажи мне, пожалуйста, почему ты такой сильный?» Поскольку Долида продолжала спрашивать его, он вскоре сдался и поделился с ней своим секретом. «Хорошо, тогда слушай внимательно. Бог избрал меня, чтобы я был Назареем Божьим. Он сказал мне, ничего не есть ни чистого и не пить от винограда, и никогда не стричь волосы, как знак, что я служу Богу. Если я посрегу волосы, моя сила исчезнет». На этот раз Долида знала, что он говорит правду. Поэтому она подождала, пока он уснёт, и остригла ему семь прядей волос. Затем, как всегда, она закричала, «Самсон, филистимляне идут на тебя!» Когда Самсон проснулся, он не знал, что Бог оставил его за его непослушание. Он встал и сказал, «Ах, опять? Я снова пойду и избавлюсь от рук этих филистимлян!» Но когда Самсон попытался освободиться от них, на этот раз он не смог. Он не мог победить филистимлян, поэтому они связали его, выкололи ему глаза и посадили в темницу. Там слабый и слепой Самсон усердно трудился на филистимлян. Со временем его волосы начали отрастать, хотя он больше никогда не видел своими глазами. Тем временем филистимляне собрались на большой пир, чтобы поблагодарить своих богов за то, что они помогли им победить Самсона. Когда все были на празднике, они решили привезти Самсона. «Давайте приведем Самсона на наш праздник и покажем его всем филистимлянам. Пусть все увидят, как мы победили Самсона, забрали его силу и сделали его своим пленником». «Это отличная идея! Пусть бывший силач нас развлекает! Это будет так смешно!» Филистимляне привели Самсона, и после того, как посмеялись над ним, они поместили его на площадке между колоннами, которые держали здание. Самсон попросил мальчика слугу, который его вел. «Помоги мне положить мои руки на колонны. Я хочу чувствовать их и прислониться к ним». Когда он почувствовал обе колонны в своих руках, Самсон произнес последнюю молитву Богу. «Господь Бог, пожалуйста, вспомни обо мне и снова отдай мне силы. О Боже, я хочу разбить эти колонны, чтобы отомстить филистимлянам за израильский народ и мои глаза». Бог услышал молитву Самсона и вернул ему силу. Самсон надавил на колонны, и внезапно колонны треснули и начали расходиться и ломаться. Затем все здание упало, потому что уже ничто не удерживало крышу. Таким образом, Самсон умер со всеми филистимлянами, которые находились там, помогая Израилю освободиться от своего врага. Вау! Это была очень интересная история. Мы узнали о том, как Самсон не ценил то дарование, которое Бог ему дал. Он должен был быть Назареем. Это человек, который служит только Богу. И всегда знает, что Бог смотрит за ним, и что Бог хочет, чтобы он отделился от всех. И был только для Бога. Он пользовал тот дар, который Бог ему дал для своих целей. Он не ценил то, что ему дал Бог. И мы хотим сейчас выучить стишок, который поможет нам запомнить, что мы должны ценить все, что у нас есть, и особенно ценить временем, которое Бог дал нам. Так что встаем на ножки, и мы будем делать вот так. Покажите все на ручку. Видите, у меня часы. Если у вас есть часы, вы тоже их оденьте, и мы будем вместе такой стишок учить. Мы будем делать вот так. Всему свое время. Этот стишок говорит нам, что у Бога время есть для всего. Есть время, когда мы должны слушаться Бога, когда мы должны Ему служить, да? Время, когда мы должны служить нашей семье, другим людям показывать любовь. Но никогда не забывайте, что время, которое мы проводим, мы должны проводить его для Бога. So let's try this again. Еще раз давайте вместе будем делать. Готовы? Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Экклезиаста 3.1 Good job! Now let's do it in English. Are you ready? Okay, let's do it. There is a season for everything. And a time for every matter under heaven. Экклезиасте 3.1 Let's try it again. Let's do it one more time. Ready? Ready? There is a season for everything. And a time for every matter under heaven. Экклезиасте 3.1 It's a verse that tells us there's a time to do everything. Okay? God has his own time. We can't do things whenever we want to. We always have to look to him and see what time he wants us to do something. Maybe serving him, serving our families, things like that. Okay? Now, let us see how well you remember the story. So I want all of you to sit down again, relax, and enjoy our guests who will ask you some questions. Всем привет! Я рада снова быть вместе с вами и повторять библейскую историю. Надеемся, вы все были внимательны во время истории. Я думаю, что да. И теперь они знают о Гедеоне все. Гедеон? Нет, Алекс. Мы учили про Самсона. О, да. Это супер-стромый человек, который led Israel. Ну, он cool, но я думаю, что Моисея еще немного лучше. Но, Алекс, просто как Моисея, Самсон был chosen by God для того, чтобы Israel fight their enemy. Бог had a special plan и purpose для Самсона, но он не слушал God the way Моисею. Как мы знаем, Самсон был God's chosen leader? Помимо, Бог told his parents they would have a son that would be a Nazарite and protect Israel. The angel that came to his parents even told them Самсон could not do certain things. Oh, I remember that now. But I do not remember all the things that God did not let Samson do. Students, can you help me remember? Вы правы. Бог сказал Самсону, что он не может есть и пить ничего из винограда и не может стричь свои волосы. This was God's way to keep Samson pure and focused on God's purpose for his life. Элла, what does pure mean? I know, pure is when something is clean and not mixed with anything. Самсон должен был оставаться чистым и не мешаться с окружающими его людьми. Так же и должны были жить Назареи. Назарей – это человек, который только служит Богу и живет только по Божьим правилам. Да, и когда Самсон был послушен Богу, Бог дал ему нечто особенное. Кто-нибудь помнит, что Бог дал Самсону? Yep, Самсон was extra strong. There was no one who could match him in strength. He must have been a giant man who could do anything. He thought so too. This is why Samson did not always obey God. He probably thought he could do whatever he wanted and not stay away from things God prohibited. Элла, почему ты говоришь, что он не слушался Бога? Помнишь, Долида придумала план против Самсона с филистимлянами? Если бы Самсон держался подальше от Долиды и не слушал ее, у него не было бы потом проблем. Долида, Долида. Wait, plan? What plan? Долида made a plan with the Philistines? That means Долида was not a good person. I know. She wasn't good. Guys, let's help Alex review the plan Долида and the Philistines made. Ух ты, она была очень хитрой Она заставила Самсона почувствовать себя виноватым Из-за того, что не рассказал ей свой секрет Ведь она и филистимляне пытались выяснить, где его сила, чтобы причинить бред Самсону Совершенно верно! На самом деле она не заботилась о Самсоне, но хотела помочь врагу Израиля победить Самсона Поскольку Самсон не дорожил тем, что Бог ему дал, он потерял свою силу, когда ему остригли волосы But he not only lost his strength, he lost something else, too Maya, do you remember what the Philistines did to Samson when his strength was gone? Hmm, guys, can you help me? What happened to Samson after he disobeyed God? Correct! After he lost his strength, Samson got tied up, taken to jail, and even lost his eyes so he could no longer see That is so sad! Because Samson did not treasure his gift from God and did not obey God, he was blind and a prisoner for the rest of his short life Wow! This story really does show how God's purpose in our life can be changed with our disobedience and carelessness Yay! I will always remember this story and never forget to thank God for the gifts he gives us and treasure our lives so that no enemy can take it Ага! Ребята, мы также хотим извлечь урок из истории Самсона и дорожить своей жизнью, отдавая ее Богу и повинуясь ему во всем Я согласен! Ну что ж, на сегодня все! Увидимся в следующий раз! Bye! Ну что, вы смогли ответить на вопросы, которые задавали вам наши гости? Я надеюсь, вы все запомнили и вы готовы слушать дальше Так что вы садитесь и внимательно слушайте, откройте ваши ушки, чтобы слышать, что я хочу вам рассказать Я сначала хочу вам показать, здесь у меня есть вот такая вот миска и есть еще одна миска уже с водой И здесь у меня есть вон такие предметы, вот такая лопатка, вон такая большая вилка и вот такой черпак Я хочу вас спросить, which one of these is made to take water from this bowl, which one of these can I use to bring water from this bowl into this bowl? Какую из этих я могу использовать, чтобы переместить воду из этой миски в эту миску? Мы все знаем, что они должны делать, вот эти все наши вилки, вот лопатки и черпаки Если я попробую вот этой вилкой, я смогу воду сюда переместить? Давайте попробуем Не очень получается, чуть-чуть только водички берется, но много не берется Я не могу ее всю переместить, потому что эта вилка, она не предназначена для того, чтобы черпать воду This fork is not made, its purpose is not to take water, right? To transfer water What about this лопатка? Давайте посмотрим вот это вот, попробуем вот так Вот так, лучше чуть-чуть, но все равно из-за дырок вода вся протекает И мы ее не можем перелить сюда, видите, как мало только перелилось Это тоже не предназначено для того, чтобы черпать воду Well, let's try this ladle here, let's try it There we go, this actually makes sense This works Этот черпак работает, потому что он предназначен для того, чтобы черпать воду This ladle works because it's made, its purpose is to transfer water from one place to another Or liquids, right? So, the purpose of this is to transfer water The purpose of this is to poke something and to pick it up, right? You can't use this to poke something and pick it up, right? То же самое в нашей жизни God gave us gifts Бог дал нам дары, которые мы называем таланты We call them talents It's maybe God gave us a singing voice Maybe God gave us a talent of prayer Or a talent to teach Or a talent to see other people's needs And to know how to comfort them To help them Бог дал нам таланты Например, петь или проповедовать Или учить Или кому-то говорить одобрительные или ободрительные слова Это таланты, которые Бог нам дал И Он хочет, чтобы мы их пользовали по назначению God wants us to use those talents Specifically for the purpose He gave them Если Бог, например, у меня есть талант быть учителем God gave me a talent to teach Я не могу заниматься стройкой нашей церкви I can't do construction in a church Because I don't have a talent to do that Nothing will be done Я не смогу ничего сделать Потому что у меня нету к этому таланта In the book of Romans Chapter 12, verse 4 and 6 This is what the Bible says For just as each of us Has one body with many members And these members Do not all have the same function So in Christ We, though many Form one body And each member belongs to all the others We have different gifts According to the grace Given to each of us So God says Бог сказал, что Мы у нас, наше тело Оно одно Но в нем много разных членов We have many parts in our body We have hands We have fingers We have a head We have legs Right? If all of our body was a hand Or if all of our body was a leg Would that be a useful? No It would be useless Если все наше тело было рукой Это бы нам не помогло Но Бог нас дивно устроил Что все, что в нашем теле есть Оно имеет специальное предназначение Everything in our body has a purpose The same way in your life Бог сказал Он дал нам таланты Он дал нам дары He gave us gifts and talents And we have to use them For the purpose that God gave us Samson had a gift He had strength Бог дал Самсону дар силы Он был назареем Бога He had to keep himself From everything unclean He couldn't eat grapes And he had to live a life for God He used his strength Not for the purpose of God Он использовал свою силу Не для того, чтобы прославить Бога Он знал, что Далида делала Что она его хотела обхитрить И он давал ей неправильные ответы Он не проследил, чтобы сохранить свой секрет He did not protect his secret He did not protect the purpose He gave God to him То же самое в нашей жизни Если мы не ценим тем, что Бог нам дал Дарами теми, что Бог нам дал Это может быть отобрано от нас Maybe somebody can take it away from us Or we just don't use it Или мы просто не будем им пользоваться Если мы хорошо поем, но никогда не поем Не славим Бога Когда мы придем на небо Бог скажет Я тебе дал талант Почему ты им не пользовался? God will say I gave you a talent Why did you not use it? It is on us to use the talents God gave us Так что давайте мы встанем на ножки И помолимся, что Бог помог нам Всегда использовать те таланты, которые Он дал для нас Вы готовы? Давайте мы построим домик Let's do it in English Alright? Let's do foundation Walls, roof The windows are closed The doors are closed Dear Lord Thank you so much For giving us so many talents And for giving us unique talents Lord, help us to value And cherish And protect our talents But also to use them To glorify you And help us, Lord To always serve And be one body With many different talents And gifts In our church Help us to glorify your name Always Amen Молодцы Вы можете садиться So, we have come to the end of our seventh lesson Can you believe it? Well, today we learned about Samson Мы учили о Самсоне в нашем седьмом уроке Так что не забудьте прочитать историю Выучить стих И сделать вот это задание Вам надо разукрасить Самсона Помните, как он сдвинул колонны И потом упала крыша на него И так он отомстил за свои глаза И помог еще раз дать одну победу для Израиля Don't forget to watch the video below To see what happened to Samson And so you can make a craft That will remind you of our story Alright, boys and girls I hope to see you later God bless you all